Друзья, всем большой привет! Хочу сегодня с вами поделиться рецептом из обыкновенной капусты. Такой пирог я готовлю на сковороде без особых усилий и заморочек. Продукты все простые, найдутся у каждого в холодильнике. Присоединяйтесь ко мне, давайте будем готовить вместе. А если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, у нас вы найдете много вкусных рецептов. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Итак, давайте готовить! Я беру обыкновенную белокочанную капусту и мелко ее шинкую. Также мне понадобится луковица, я беру половинку, потому что лук у меня большой, и мелко ее порублю. Все это я отправляю в глубокую миску, добавляю сюда немного соли и помну руками. Капуста должна уменьшиться в объеме, стать мягкой и дать сок. Теперь приготовлю тесто, оно очень простое. В яйца добавляю соль, черный молотый перец и сметану. Выдавлю несколько зубчиков чеснока для аромата, все перемешаю до однородности. Затем сюда я добавляю просеянную муку, разрыхлитель и перемешиваю до полного растворения комочков. Вот такое тесто получается, оно достаточно жидкое по консистенции. Также мне понадобится картофель, его я натираю на мелкой терке, отжимаю сок и добавляю в тесто. Сюда же в тесто я отправляю капусту с луком, все перемешиваю, чтобы все продукты соединились. Тем временем в сковороде у меня уже разогрелось растительное масло, Теперь я перекладываю сюда тесто и распределяю его равномерным слоем. Затем накрываю крышкой и буду обжаривать на медленном огне примерно 15-20 минут до румяной корочки. Затем пирог я снимаю, переворачиваю при помощи тарелки, снова перекладываю на сковороду, закрываю крышкой и довожу до готовности еще в течение 10 минут. У меня все готово, вот такой замечательный пирог получается, очень нежный, очень вкусный, незатратный в плане продуктов и по времени. Мне очень нравится этот рецепт, попробуйте его приготовить, я очень надеюсь, что вам он тоже придется по вкусу. Я всем-всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если рецепт понравился, а я буду ждать ваших отзывов в комментариях. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok